Общественный транспорт в центре внимания. Президент России Владимир Путин провел госсовет в Ульяновске на эту тему. Хождение в народ Ульяновская область присоединила сегодня к всемирному дню без автомобиля. Грибной сезон 2017 в разгаре, где и как собирать и покупать грибы, расскажем в выпуске. Строить новые дороги и мосты, активнее внедрять цифровые технологии, помогать бюджетам регионов справляться с непростой задачей, задачей развития пассажирских перевозок. Эта тема стала главной на сегодняшнем заседании президиума госсовета под руководством президента Путина в Ульяновске. Подробности прямо сейчас. Президент приземлился в аэропорту Восточный и сразу же приступил к осмотру новейших автомобилей и трамваев, выставленных возле наноцентра в промышленной зоне Заволжья. В череде новейших разработок продукт от Ульяновского автозавода. Блестящие новинки представили и другие регионы. Одна из серьезных линий, которую необходимо развивать в пассажирских перевозках сегодня – электротранспорт. Пример комфорта и безопасности здесь продемонстрировали москвичи. Он комфортабельный, он полностью низкопольный, то есть очень удобный. Система здесь климат-контроля стоит, то есть система безопасности обеспечивает 15 камер, в том числе у нас есть камеры, которые непосредственно контролируют пантограф, то есть все какие-то спорные ситуации, все на виду. Вообще, в принципе, этот вагон полностью российского производства, собирается в городе Тверь. Сегмент общественного транспорта должен быть доступным, безопасным, экологичным. Комплексный подход к организации пассажирских перевозок необходим. Система должна стать общей для всех, но и учитывать особенности регионов и каждого города в отдельности. Путин также делает упоры на системе сети дорожной. Нужно создать современную, удобную инфраструктуру, убрать узкие места, которые существовали десятилетиями, так как мы это сделали с достройкой крупных мостовых переходов, мостов, которые начаты были еще в советское время, а потом остановлены строительством, брошены. Примерно 22 моста мы достроили в свое время. Вот один из них здесь, в Ульяновске, самый большой по протяженности мост в России. В 85-м, да, по-моему, начали строить его, потом приостановили, а в 95-м вообще заморозили. И мы только в 2006-м возобновили и за три года, по-моему, завершили. Так же, как и остальные 21 мост. Губернатор Ульяновской области подтверждает, без этого моста через Волгу берега связывать было бы в разы сложнее. В своем докладе Сергей Морозов перечисляет самые важные пункты улучшения пассажирских перевозок. Один из них – финансирование отрасли и тарифы. Тарифы для предприятий городского электрического транспорта на электроэнергию являются все же завышенными. И серьезно сдерживают развитие, заставляя экономить на обновлении и капитальном ремонте подвижного состава, заработной плате, ну и, в общем-то, заставляет и повышать стоимость проезда постоянно. Предприятие городского электрического транспорта платит за электроэнергию наравне с другими коммерческими потребителями. Хотя, по сути, надеясь, что все согласятся, выполняет социальную задачу. Мы предлагаем приравнять тарифы на электроэнергию для предприятия городского наземного электрического транспорта к тарифам для населения. Закредитованность региональных бюджетов – один из самых острых вопросов по финансированию отрасли. Путин сообщает, с 1 января 2018 в России запускается программа реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Рассчитана она как минимум на 7 лет. Для отдельных регионов эта программа может стать еще и льготной. Для Ульяновской области 3,8 миллиарда рублей. Фактически это дополнительные деньги, помощь дополнительной регионам со стороны федерального бюджета. У субъектов таким образом высвобождаются деньги, появляются дополнительные ресурсы для решения социально-экономических задач, для решения задач, связанных с созданием новых рабочих мест, для повышения уровня жизни граждан. На территории нашей страны, по данным специалистов, 63% транспортных компаний убыточны. И ближайшая задача правительства России – сделать так, чтобы городской транспорт стал безопасным и доступным. А у регионов появилась возможность покупать новые автобусы и трамваи. Подытоживая встречу, Путин еще раз обращает внимание глав других регионов на то, что нужно внимательнее углубляться в проблему и благодарит рабочую группу во главе с Сергеем Морозовым за работу и подготовку к заседанию Президиума Госсовета в Ульяновске. Ксения Грищенко, Денис Миронов, Вести Ульяновск. Ульяновская область присоединилась сегодня ко Всемирному дню без автомобиля. Это событие отмечается ежегодно 22 сентября и призывает всех водителей хотя бы на сутки отказаться от своих четырехколесных любимцев и пройти с пешком. А в нескольких городах мира в этот день принимают меры по ограничению использования индивидуальных автомобилей для повседневной езды по городу. Ульяновск не стал исключением. Несмотря на пасмурную и ветреную погоду, депутат Ульяновской городской думы Юрий Мухин сегодня не за рулем. Он с удовольствием поддержал акцию «День без автомобиля», к чему и призывает всех жителей региона. Я приехал на общественном транспорте. Сегодня буду без автомобиля гулять по городу, соответственно, по рабочим маршрутам ходить. А вечером с семьей выйдем на велодорожку. Мы видим, что город динамично развивается, дорожки пешеходные развиваются, велодорожки развиваются, устанавливаются лавки, урны, и жителям очень комфортно пройтись и вечером, и днем по тротуарам. Город для людей, а не для машин – главный девиз, который не устают повторять пешеходы в день без автомобиля. Насладиться пешими прогулками или использовать для перемещения общественный транспорт вместо машины, даже если это всего один день, поможет не засорять лишний раз окружающую среду, сократить количество пробок и аварий на дорогах. К акции присоединился и Ульяновский электротранс. Сегодня прокатиться на трамвае или троллейбусе можно абсолютно бесплатно. Для этого нужно предъявить кондуктору свое водительское удостоверение. Это значит, что хотя бы одну остановку вы проедете не на своем автомобиле, а, следовательно, сделаете мир чуточку чище. Еще один городской перевозчик ПТП-1 также предлагает сегодня бесплатный проезд в своих автобусах для всех автовладельцев. Еще одна акция сегодняшнего дня – на работу на велосипеде. Вадим Никитин, можно сказать, участвует в ней ежедневно. До рабочего места он добирается на велосипеде и летом, и даже зимой. Зимой ездить интереснее. Нужна всего лишь правильная экипировка, не слишком теплая, непродуваемая одежда, защита лица, рук, естественно, специальные колеса желательные, шипованные. Велосипед Вадим любит за экологичность и автономность. Не нужно ждать общественный транспорт, не нужно стоять в пробках. Независимо от графика движения общественного транспорта, позволяет добираться в нужное место в нужное время, с минимальными затратами. Также бонусом большой плюс к здоровью. С тех пор, как я стал ездить на велосипеде, перестал болеть. Езжу круглый год, не болею. К слову, в некоторых странах водители отказались от машин и пересели на велосипеды. В Ульяновске сегодня изъявили желание добраться до работы на двухколесном друге около 200 человек. Но организаторы акции надеются, что ежегодно любителей альтернативного автомобилю вида транспорта будет становиться все больше. Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести Ульяновск. Сразу несколько сообщений о заминированных зданиях поступило сегодня в правоохранительные органы. Телефонный терроризм, который за последнюю неделю активизировался по всей стране, дошел и до Ульяновской области. Сегодня после звонков о заложенной бомбе в региональной столице в экстренном порядке эвакуировали сотрудников здания правительства Ульяновской области, городской администрации и Дома советов. По сообщению очевидцев, службы специального назначения оцепили и периметр здания администрации Заволжского района. На месте работали кинологи, криминалисты, пожарные расчеты и бригады скорой медицинской помощи. Подъезд к указанным объектам перекрывали сотрудники госавтоинспекции. По результатам проверки тревога оказалась ложной. Грибной сезон в разгаре. Опята, подосиновики и подберезовики. Эти виды традиционно представлены практически на каждом рынке областного центра. Не дремлет и торговля сладка. Однако подходить к покупке грибов необходимо с осторожностью. Неверный выбор может стать причиной серьезного отравления, говорят медики, с которыми сегодня пообщался Артем Петров. За Волжский район, проспект генерала Тюленева, торговля сладка идет полным ходом. Продавцы с гордостью рассказывают, грибы разлетаются словно горячие пирожки. И неважно, что товар находится аккурат возле дороги, а продукты не имеют каких-либо сертификатов, подтверждающих их качество и безопасность. Да они же все знают, что это подосиновики. А вот эти грибы надо вымачивать. Эти сразу можно помыть, приготовить, пожарить, потушить. Покупатели не скупятся на продукты сладка, ведь так выходит дешевле, чем собирать грибы собственными силами. Я хорошо разбираюсь, поэтому взял. И это лучший вариант, нежели тратить на бензин деньги. Это время, наверное, целый день уйдет. Вот я купил 5 килограмм на 600 рублей. В свою очередь, врачи настоятельно не рекомендуют приобретать грибы где-либо, кроме магазинов, где качество товара подтверждено документально. В противном случае риск попасть на больничную койку возрастает в разы. Первые признаки отравления могут проявиться как через 2, так и через 12 часов. Это тошнота, рвота, понос, может быть, головокружение. То есть, если есть такие признаки, необходимо сразу обратиться, вызвать скорую помощь, либо пригласить врача и не отказываться от госпитализации в инфекционное отделение. Приверженцы сбора грибов также должны быть предельно осторожны. С начала года в Ульяновской области ушли за грибами в лес и заблудились 4 человека. Благо, все найдены живыми и здоровыми. Главное управление МЧС России по Ульяновской области рекомендует перед походом за грибами надеть на 6-ю исток и пополнить баланс своего телефона, а также проверить заряд батарей. Нужно предупредить своих родственников о своих планах и обозначить местный район сбора грибов, после чего ни в коем случае не менять маршруты. Необходимо также запомнить крупные ориентиры неподалеку от места сбора грибов, это реки, дороги или железнодорожные пути. Если вы заблудились, двигаться следует в направлении обозначенных мест. Артем Петров, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Признать аварийным и расселить. В Ульяновской области заработала специальная комиссия. Ее задача – проверить жилые дома на предмет аварийных ситуаций. В первую очередь комиссия изучает дома с вероятной степенью износа от 65%. Первыми под ревизию попали постройки неподалеку от разреза Милановского. Из-за опасного соседства с оползнем еще до осмотра эти дома получили 25% износа. Небольшие старые дома в отдаленной части улицы Любови Шевцовой. Их обитатели были довольны своими жилищами. Пусть и старые, зато место тихое и рядом свои огороды. Но все изменилось, когда активизировался оползень. А до обрыва какая-то сотня метров. Мне жизнь здесь неплохо, мне здесь нравится. Нравится то, что я открыл дверь, я на улице. Но вот этот оползень тоже опасно. Это опасно, серьезно, действительно опасно. И мы, влияет он буквально на все. У нас ведет двери, ведет стены. Как ветер, как дождь. Дома, конечно, страшно. Кругом все углы, все стены трещат. У Пузынь, конечно, страшно. Вот этих их переселили, а от них сколько метров до нас. Их переселили, это о жителях шести рядом расположенных домов. Когда разрез Милановского активизировался, находиться в них стало очень опасно. Соседние дома еще не попадали под категорию с износом в 65%. Но ситуация стремительно меняется, а потому инспекции проходят регулярно. И теперь дома приобрели статус аварийных. Сегодня установлен тот факт того, что данный жилой фонд на самом деле является аварийным. Не только потому, что он находится в данной зоне, но и в связи с его конструктивных особенностями, наличием трещин несущих стен. На данный момент в опасной оползневой зоне находятся около 30 домов, в которых проживает порядка 400 человек. Нынешняя проверка в очередной раз подтвердила, что люди нуждаются в переселении. Согласно закону, им предоставят жилье площадью не меньше, чем официально закреплено за ними сейчас. Уже проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на приобретение квартир для переселения оставшихся 36 домов, которые расположены в оползневой зоне. Таким образом, переселение людей из аварийного жилищного фонда, расположенных в поселке мотостроителей Ленинского района, будет завершено в первом квартале 2018 года. Что же касается оползня, то он, по оценкам экспертов, сейчас стабилен. Игорь Кранцев, Герман Баранов, Вест Ульяновск. Далее прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра. У меня на этом все. И остается мне пожелать вам только приятного вечера, Хороших выходных. Всего доброго. До встречи. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Температура воздуха ночью по области от 1 до 6 градусов за знаком плюс. Местами на почве и в воздухе заморозки до 2 градусов ниже нуля. В Ульяновске плюс 2, плюс 4. Завтра днем по области от 11 до 16 градусов тепла. В Ульяновске плюс 12, плюс 14 градусов. В лесах по югу и востоку области сохраняется 4 класс пожарной опасности.